Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 6, урок 5. Реши уравнение, что ты замечаешь. 504 560 разделить на х равно 8. В данном уравнении у нас неизвестен делитель. Для нахождения делителя мы должны делимое разделить на частное. То есть 504 560 разделить на 8. В итоге х у нас получился равен 63070. Разделим 504 560 на 8. Проверим, правильный ли у нас результат. Находим первое неполное делимое. Оно равно 50. 50 делим на 8. Берем по 6. 6 умножаем на 8, 48. 50 минус 48 будет 2. Сносим 4. 24 делим на 8. Берем по 3. 3 умножаем на 8. Получаем 24. 24 отнять 24 будет 0. Сносим 5. Делим на 8. Берем по 0. Сносим 6. 56 делим на 8. Берем по 7. 7 на 8 – 56. Последний 0. Последний 0 из дилеммы мы переносим в частное. Получили ответ. 63 070. Сделаем проверку. 63 070 умножим на 8. Запишем числа под числами, а 0 справа от чисел. 8 умножить на 7 – 56. 6 пишу, 5 запоминаю. 8 на 0 – это 0. Да еще 5. Записываю 5. 3 на 8 – 24. 4 пишу, 2 запоминаю. 8 умножаю на 6, получаю 48. Прибавляю 2, получаю 50. 504 560. Уравнение номер 2. х разделить на 8 равно 63 070. В данном уравнении у нас неизвестно делимое. Для нахождения делимого мы должны частное 63 070 умножить на 8. Умножаем. Получаем ответ. 504 560. Уравнение номер 3. 8 умножить на х равно 504 560. У нас неизвестен второй множитель. Для нахождения второго множителя мы должны произведение разделить на известный первый множитель. То есть 504 разделить на 560. Получится 504 560, извините, разделить на 8. Получится 63 070. Согласны? Получается, что во всех этих уравнениях используются одни и те же числа. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...